Они сражались во имя жизни и навсегда остались на Чувашской земле. В канун праздника Великой Победы в Чебоксарах возложили цветы к братской могиле воинов, которые умерли от ран в госпиталях республики. Чистое небо над головой, улыбки на лицах людей, свободная страна. Все это благодаря им, людям, которые отдали за победу самое дорогое – жизнь. Более 80 воинов, которые умерли от ран в госпиталях Чувашии, нашли последнее пристанище в братской могиле на кладбище по улице Богдана Хмельницкого в столице республики. Дорогой ценой ковалась победа. 106 тысяч наших земляков не вернулось с фронта. 80 героев Советского Союза дала Чувашская земля. Бессмертной славой овеяны подвиги наших фронтовиков. Мы помним и подвиги тружеников тыла, которые беспримерным трудом приближали победу. Никто не забыт, ничто не забыто. В наших сердцах благодарность поколению победителей, которые спасли мир от нацизма и сохранили независимость нашей Родины. 70 лет назад над Россией отгремели победные залпы салюта. В священной войне участвовала пятая часть населения нашей республики. Эта победа, как говорится, на всю жизнь. Как же без этой победы бы и вас не было, и нас бы уже до сих пор не было даже. Вот так это. Ну, сохранили нацию, Россию сохранили. Почтим их память. Минутой молчания. Главными действующими лицами торжественного митинга были, конечно, ветераны войны и труда. В одном ряду с ними сегодня школьники. Ведь любовь к Родине и преданность своему Отечеству необходимо воспитывать с детства. В моей жизни это мероприятие очень важно. Мой дедушка служил, был в сухоподных войсках, в пехоте. Поэтому я очень чту этот праздник, очень жду. И наш праздник семейный. Для патриотизма, для поднятия духа, для патриотизма, чтобы наши дети знали, не забывали, что есть такой праздник. Что наши предки сложили головы. Для того, чтобы мы жили мирно, под чистым небом. Как оказалось, на торжественной встрече присутствовали и гости из других республик. Например, Нина Тимофеевна Зотова. Она вместе со своей племянницей Людмилой специально приехала в столицу Чувашии из Башкирии. Все потому, что совсем недавно женщина нашла в списке воинов Красной Армии, умерших в госпиталях Чувашии, имя своего отца. Он погиб в 44-м году, 5-го мая, в госпитале 30-56. Здесь был госпиталь эвакуированный. Вот мы нашли, за долгие годы искали, конечно, нашли. И вот приехали специально поклониться захоронению. Уже нас, детей войны-то уже многие ушли из жизни. Осталось не так много. Детей войны-то осталось совсем мало ведь. И вот некоторые до сих пор ищут своих родственников, ненайденных, погибших или пропавших без вести. Ищут. Но я рада, что я нашла хотя бы, где он захоронен. Нет слов при виде братской могилы. Мы помним вечная слава нашим героям. И чтобы поколение наше помнило об этом и всегда знало, какой ценой, какой кровью досталась эта победа. В завершении митинга белые голуби в чистом голубом небе, как символ вечного мира. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова